ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Это инспектор Гаджет и внутренний голос! Привет всем! Кстати, Гаджет, ты ведь айфон используешь? Ну да. Только давай без этого опять. Что айфон это отстой, красивая обертка, начинка белого цвета, что это попса, что-то лузеры его используют. Я вообще-то наоборот решил тебе приятное сделать и обзор специально приготовил. Да? Наверное, такой же классный обзор, как вон чувак в белом халате с блендером балуется, да? Успокойся ты, нормальный обзор, тебе понравится. Смотри. Те, кто не расстается с музыкой, наверняка оценят возможность слушать ее не только в наушниках, но и на внешней звуковой системе. Вот отличный пример, даже два. Logitech PureFi Dream и Logitech PureFi Anywhere 2. Первый девайс предназначен для тех фанатов iPod, кто не расстается с любимым плеером даже в спальне. Система, по задумке конструкторов, будет стоять на тумбочке, и когда ее хозяин или хозяйка вернутся домой, усталые после тяжелого трудового дня, то просто воткнут любимый плеер в гнездо, раскинутся на кровати и попадут в меломанскую нирвану. Дизайн очень своеобразный, но симпатичный. Плеер подстыковывается к разъему, расположенному в центральной части системы, по бокам которой размещены фирменные динамики Logitech Stereo XL. Стереобаза не очень большая, но для спальни в самый раз. Система оборудована ЖК-дисплеем, встроенным AM-FM тюнером и двойным будильником с функцией снос и резервным питанием от батарейки. Самое прикольное, есть датчики движения. То есть устройство типа засыпает ночью вместе с хозяином, автоматически снижая яркость дисплея. А также аппарат понимает жесты, например, взмах ладонью над ним для повторения предыдущего сигнала. При подключении iPod к системе колонки параллельно заряжают батарею плеера. Есть пульт дистанционного управления. Из существенных минусов можно отметить лишь странное, не всегда интуитивно понятное управление и цену около 300 баксов. Но комфорт дороже. Вторая система Logitech PureFi Anywhere 2 – штука автономная, с собственными батарейками. Идея в том, что ее можно взять с собой на шашлыки или слушать в веселой компании на пляже. В аппарате размещаются высокоамплитудные динамики с диаметром резонатора 5,1 см, выполненные по специальной конструкции, именуемой Max X, и динамики для улучшения передачи низких частот диаметром 7,6 см. Звук очень насыщенный, рельефный, выразительный. Звуковая картина близка к естественной, во многом благодаря фирменной системе Stereo XL. Инструментальное многоголосье Tuatara, может быть, передается не столь чисто, как в стационарных системах, но для дорожных колонок, которые всегда под рукой, просто отлично. В наличии пульт дистанционного управления. Цена вопроса вполне приемлема – 2-2,5 тысячи рублей. Спасибо, внутренний голос. Порадовал. Давай сделаем так. Если оставшиеся обзоры будут хороши и объективны, я приготовлю тебе сюрприз. Договорились? Договорились. Окей. Sony Ericsson C902. Мобильные телефоны все успешнее заменяют не только MP3-плееры, но и недорогие цифровые мыльницы. Модель Sony Ericsson C902 яркое тому подтверждение. Тут уже не ясно, то ли телефон приделали к фотокамере, то ли фотоаппарат скукожили до размеров телефона. Аппарат очень хорошо лежит в руке. Он как бы металлический на ощупь, хотя лицевая часть сделана из пластика. Тяжеленький, толщиной около сантиметра. В кармане лежит отлично, а по стилю подходит и к джинсам, и к вечернему костюму. Но в кармане телефон носит чревато из-за неудачно выполненной крышки аккумулятора. Открывается она чрезвычайно легко и пару раз выпадала самопроизвольно. Под ней, кроме собственно батарейки, скрываются слоты для сим-карты и флешки формата Memory Stick. Экран глянцевый, это конечно недостаток, но пачкается не так сильно, как можно было бы ожидать. Сам по себе дисплей очень яркий и четкий. Вокруг экрана располагаются сенсорные значки, в активном режиме они светятся. С их помощью можно быстро настроить параметры камеры и съемки, выбрать спецэффекты и так далее. А вот клавиатура откровенно разочаровывает. Клавиши нажимать неудобно, они как будто пляшут под пальцами. И из-за этого оператор частенько давит не на ту кнопку, что порой очень бесит. А вот что радует, так это камера. Качество съемки вполне пристойное, особенно при хорошем освещении. Распечатки 5-мегапиксельных фоток с телефона будут неплохо смотреться на формате А4, а то и на А3, причем даже без особого колдовства в фотошопе. В аппарате есть встроенный стабилизатор изображения, возможность настройки баланса белого и выбор режима фокусировки. Причем камера способна автоматически фокусироваться на лица. Возле кнопки спуска размещаются клавиши регулировки громкости. В фоторежиме они используются для настройки зума. Зум, конечно, цифровой, при большом увеличении смотрится страшновато, но в небольших пределах работает приемлемо. Ну и масса возможностей для быстрого редактирования фоток. Что особо прикольно, на снимках можно задавать геотеги. А потом на встроенной карте Google Maps команда «Показать на карте» выведет место, где был сделан снимок. Это несмотря на то, что в камере нет GPS-приемника. Координаты снимаются с базовых станций сотовой сети. В остальном неплохой телефон со 160 мегабайтами собственной памяти и полезными функциями типа FM-радио, MP3-плеера и так далее. Не слишком дорогой для своего класса. Чуть менее 15 тысяч. Есть пара неудачных моментов в дизайне, но вот чтобы гаджетов в пикантных ситуациях фоткать, вполне подойдет. Так, 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 ладно, обзор засчитан. Еще один удачный, и сюрприз настигнет тебя. Сейчас сделаю. Acer Aspire One ZG5. Сверхдешевые ноутбуки сегодня в моде. Вот компания Acer не удержалась от соблазна поиграть в нетбуки, выпустив модель Acer Aspire One ZG5. Это прямой конкурент ASUS 3EPC, а также MSA Wind, RoverBook Neo и прочих аппаратов такого рода. Насколько удачным получился у Acer Netbook? Внешне вполне симпатичный. Во всяком случае, производит впечатление продукта, над которым трудились индустриальные дизайнеры, а не китайские программисты. Сделан в фирменном стиле Acer, с глянцевой отделкой, эффектными контрастными рыженькими кольцами справа и слева, сглаженными краями и так далее. Открыв крышку, видим неплохо спроектированную клавиатуру. Признак хорошей ноутбучной клавы – наличие клавиши Control в левом нижнем углу. Там должна быть именно она, а не всякие Function, нужные куда реже, чем Control. Но на этом плюсы и заканчиваются. За привлекательной внешностью скрывается несколько неприятных недостатков. Как показывает практика, глянцевые поверхности мгновенно заляпываются отпечатками пальцев. А ведь это не телефон, который протереть-расплюнуть. Тут тереть придется довольно долго, ну или смириться с грязью. Дисплей тоже глянцевый. Зеркальная поверхность бликует и отсвечивает. Крышка с экраном крепится на двух пластиковых петлях. Пластиковых! Которые при хоть сколько-нибудь интенсивной эксплуатации проживут максимум год. Тем более, что конструкция петель сделана под Macbook. И при открытии крышки возникает изгибающий момент, направленный на слом петли. О чем думали конструкторы, не ясно. Скорее про понты, чем про надежность. Начинка этой модели в целом не так и плоха. Процессор Intel Atom с тактовой частотой 1,6 ГГц, 512 Мег памяти, 8-гиговый флеш, два карт-ридера, экран с диагональю 8,9 дюйма, адаптер Wi-Fi, тачпад, сетевая карта. По меркам нетбуков это даже прилично. Но, как говаривал Василий Иванович Чапаев в анекдоте, есть нюанс. Младшая модель работает под управлением совершенно жуткого Linux. Дистрибутив называется Linpus Lite и сделан чисто для галочки. Ось совершенно кривая сама по себе. Она имеет фирменную оболочку, вроде бы простую в пользовании, а на деле совершенно нефункциональную и неудобную. Есть проблемы с установкой дополнительного софта, скажем, ASCII. В системе есть некий универсальный клиент для систем общения в интернете, но ASCII он не понимает. Отдельная песня «Перевод». Его, похоже, делали машинным переводчиком. В общем, Linpus надо сразу после покупки сносить и менять на что-то нормальное. Windows XP при наличии драйверов уверенно ставится на нетбук и работает пристойно. Разве что время от времени затыкается секунд на 10-15, а потом как бы отлипает. Батарейка слабовата, в реальной жизни работает меньше трех часов. Мало. Даже низкое потребление процессора Atom не спасает. В итоге, самое лучшее в аппарате – это цена – 13,5 тысяч рублей. Acer Aspire One ZG5 сейчас стоит дешевле других продуктов такого класса. В активе модели – стильный дизайн, отличная клавиатура, неплохая аппаратная база. В пассиве – моментально пачкающийся корпус, несколько неприятных конструктивных недоработок, кастрированный Linux и слабая батарея. Баланс неутешительный. Гаджет, а где обещанный сюрприз? Тебе же понравилось. А, ну да. Вот, вот, держи. Круто. А что это? А это мой друг. Сахар-песок. С вами был инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки. Пока-пока.